Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в Париж, прекрасный город, где я живу. Меня зовут Татьяна Климова, и добро пожаловать в русский подкаст. Сегодня я хотела бы вам рассказать мою историю изучения французского языка, потому что для меня это больше, чем просто процесс, больше, чем язык, это большая история любви. Я родилась в России, на севере России, в городе Северодвинске. И в школе я не могу сказать, что я была очень хорошей ученицей по языкам. Вы знаете, часто мы говорим, что в школе учителя не умеют хорошо преподавать языки, но я не согласна. Когда нам 12, 13, 14 лет, нам не очень интересны языки. Нам интересно гулять с друзьями, пробовать какие-то новые сумасшедшие вещи, но языки нет. Поэтому очень редко в школе мы действительно учим языки. И как я влюбилась во французский язык? Когда мне было 15 лет, я посмотрела мюзикл «Нотр-дам де Пари», «Сапор парижской богоматери». Я посмотрела его по телевизору. И я просто влюбилась во Францию, во французский язык. Я просто хотела понять, о чём они поют в этом мюзикле. И тогда я начала учить французский язык как сумасшедшая. Я учила его 5-6 часов в день, каждый день. И в моём маленьком городе не было возможности изучения французского языка. Поэтому я купила учебник «Самоучитель» и начала учить сама. И я, дорогие друзья, не могу сказать, что я очень талантливая к языкам. То есть для меня это было действительно очень сложно. Но всё равно я продолжала это делать. И потом мы переехали в город побольше, Нижний Новгород, где было намного больше возможностей. Я пошла в школу, где был французский язык. И я боялась, что у меня будет очень низкий уровень. Но на самом деле мне повезло, потому что они не очень хорошо говорили по-французски. И поэтому можно сказать, что у меня были практически индивидуальные уроки с моей учительницей по французскому языку. И моя учительница мне очень помогла, Мария Александровна. Она мне давала книги, упражнения, очень меня поддержала. Поэтому я могу сказать, что да, учитель – это очень важно в этом деле. Потом я поступила в лингвистический университет в Нижнем Новгороде. В России, чтобы поступить в университет, нужно сдавать сложный экзамен. Я сдавала французский язык, литературу и русский язык. Сдала их хорошо и стала студенткой французского языка. И потом случилось что-то невероятное. У меня была возможность поехать учиться во Францию. Нужно было просто сдать экзамен по французскому языку. Я это сделала, хорошо сдала экзамен и поехала учиться в университет в городе Леон. Я изучала там французский язык и литературу опять. Это было, конечно, очень сложно, очень трудно. Но я должна сказать, что если вы хотите действительно, значительно улучшить свой уровень иностранного языка – это работа или учеба. Если вы должны учиться или работать на иностранном языке – это очень хороший рецепт для улучшения вашего уровня. Поэтому, если вы уже имеете хороший уровень языка, но хотели бы пойти дальше, работа и учеба в стране языка на этом языке – это очень хороший способ. Вот, это моя история. Я надеюсь, что она вас вдохновит на изучение русского языка, французского языка или других языков. Если вам нравится моя работа, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. На нем будет очень много хороших видео о языках. И также вступайте в клуб «Русская дача». А я вам говорю до скорого. Пока-пока. Au revoir. Субтитры создавал DimaTorzok